друзья всем привет сегодня будет такое небольшое видео заберем с вами два автомобиля видите это suzuki нет это не suzuki соль это далеко d2 в принципе одно и то же что и suzuki соль его и заберем еще с вами интересно автомобиль honda freed 4 воды данный автомобиль отправляется на чукотку фрит у нас поедет так ребят перепутал я данный автомобиль отправляется у нас в москву фрит у нас поедет на чукотку фрит будет интересен тем то что будут дополнительные покупки вложения скажем так в автомобиле кстати сюда тоже будут вложения будет литье будут зимние колеса нова фрит мы вам покажем что будет и так это delica d2 то же самое что и suzuki соль автомобиль 2017 года родной аукционник родной пробег автомобиль не бит не крашену порог пластмасса у него подкрашен железо все целая стоимость автомобиля 739 тысяч изменила солью бы такая вот я всю солью солью delica d2 мордашка такая хищная стала туманочки хорошая комплектация он налитье на хорошей летней резине так называемый гибрид но гибрид здесь идет не полноценно здесь стоит небольшая батарея двигатель у нас 12 двигатель 1291 лошадиная сила здесь ящичек что-то вот она сама сама батарейка электро двери очень удобная трансформация салона без ключевой доступ автомобиль кстати как видите сегодня дождь дождь рынок пустой покупатели практически нету поэтому проверка автомобиля на сегодня отменяется здесь сиденье такое у нас двойное идет она у нас двигается спинки у нас тоже регулируется столик два подлокотника место поверьте достаточно много места на данном автомобиле то есть не в каждом седании есть столько места багажное отделение также мы его можем уменьшить можем увеличить ремкомплект все есть автомобиль действительно высокие то есть сравните на вот с моим ростом правая дверь тоже идет электро вот тоже есть у нас и столик проход тут никто не ходит мультируль руль идет нас кожаный подъемники складывания зеркал регулировка зеркал кнопка старт отключение систем датчика кстати вот стереокамеры здесь стоят спидометр выведен у нас на середину что очень удобно здесь у нас идет со стороны пассажира подстаканник идет бардачок кстати вот на лежит аукционный лист настоящий аукционный лист три с половиной балла как видите кузов целый вот а4 там было по левой стороне на пороге пробег у автомобиля 79000 автомобиль полностью исправен работает все что должно работать печка жарит кондиционер морозит розеточка бардачок такую небольшое управление спидометром информация можно смотрите что сделать тахометр вот такого плана электронный всевозможные функции данного данного автомобиля электро дверь открывается на вот здесь сверху тоже идет бардачок юсби вход у нас есть встроенные пищал очки тут камера это понимаем установлена сверху нас есть очечница микрофончик какой-то подсветочка все включается все работает осень к нам пришла прям такая хорошая осень уже в куртках на улице действительно холодно по месту место в автомобиле действительно много мне нравится в данном автомобиле это посадка то есть сижу высоко гляжу гляжу далеко и поверьте нереально много места то есть я вот вот так сижу у меня рука до лобового стекла не достает там еще остается знаем где-то полметра великолепная обзорность то есть окошечко вот эти боковые на обзорности добавляют камера заднего вида есть есть траектория и как видите камеры кругового обзора очень удобно руль крутим соответственно траектория у нас поворачивается вопросов по подвесочке нету пробег 80000 состояние конечно клевое состояние многие спрашивают выезжаем со второго рынка автомобиль куплен на первой стоянке называется лидер многие спрашивают сколько стоит доставка автомобилей кому интересно скидывайте ватсапе слова прайс вот всем ответим сейчас посмотрю скажу сколько стоит до москвы стоимость доставки данного автомобиля до москвы 60 тысяч ведь едем по рынку дождик такой хороший дождь идет никого нету вот так понимаю даже продавцов практически здесь нет и смотрите поехали да вот у нас спидометр такой синий зеленый загорелся ну блин какие японцы молодцы я тут недавно прокатился на автобусе я если честно даже не понял называется у вас там у лил уаз вот тоже начали косить под японцев там спидометр сделали цветной электроны но если честно я долго смеялся в то вот все было на автомате автоматическая коробка передать ладно сейчас заедем купим колеса колеса обгоним автомобиль в транспортную компанию транс транспортная компания находится на авторынке зеленый угол ехать в принципе недалеко и поедем уже пойдем забирать honda freed вот и напоминаю занимаемся подбором автомобилей вы можете заказать подбор автомобиля под ключ можете заказать штучный осмотр более подробная информация друзья по телефону все наши телефоны указаны под каждым видео в описании канала вайбер вибер у нас не актуален поэтому просьба всем писать на ватсап и пожалуйста не пишите по ночам не надо писать в 2-3 часа ночи а то я буду потом болен просыпаться и на утро перезванивает всем вас буду будить ладно это была шутка да ребят в дождь особо резину не поубираешь пришлось поставить колеса нам посмотрели взяли размер немного повыше поставили колесо одну прокатились на машине все отлично очень нигде не цепляет ничего нигде не трет будем брать друзья ну вот он следующий автомобиль это здравствуй это honda freed синий цвет автомобиль 4 воды написано 10 ему по факту это 2009 год 4 воды автомобиль на зимней резине без литья комплектация не бедная но в то же время не богатая автомобиль аукционный оценка r замена задней двери пока автомобиль у нас греется немного покажу салон то есть три ряда сидений задний ряд сидений он у нас убирается второй ряд сидений два капитанских кресла электро дверь чистенький аккуратненький салон ребят пробег на автомобиле сто сорок тысяч там у том что написал большие пробеги проверьте для этого автомобиля для этого двигателя нормально адекватный пробег он будет ездить ездить еще раз ездить так автомобиль у нас климат-контроль мультимедиа система мультируль все включается все работает автомобили которые 4 воды они идут на автомате не вариатор электродверь зеркала в са система ну грубо говоря антиюз подогрев дворников подстаканник руль обычный пластмассовый подлокотник мониторчик для задних пассажиров подсветка все работает здесь у нас есть зеркало если будет точнее 145 тысяч пробег 15 градусов у нас на улице отделка пластик пластик твердый вот ну что вам еще показать рассказать по месту вместо здесь довольно много третий ряд да там будет короче говоря там только для детей взрослому там конечно будет тесно вот чем интересен данный автомобиль не то что данный автомобиль автомобиль на чукотку чукотка город берег по он называется вот здесь у нас будут вложения ребят когда вложения будут и запчасти и первый раз мы с этим сталкиваемся будут продукты когда мне сказали сколько там стоит булка хлеба я немножко опешил если честно под 150 рублей вот поэтому сейчас поедем но не сейчас сейчас на улице дождь сейчас машину поставим себе на стоянку купим скорее всего завтра все это мы покажем покажем что купили друзья ну наверное покажем еще вот этот автомобиль тоже забрали идет на отправку данный автомобиль это сирена 2017 год как видите новый кузов highway star комплектация 1 миллион четыреста восемьдесят тысяч она стоит здесь были тоже вложения кстати кому надо еще раз повторяю всем покупаем колеса масла фильтра вот литые диски здесь были докуплены диски воду куплено масло вариатор и установили проставки на данный автомобиль и здесь еще ничего не упаковано нет вдруг здесь только литье литье ну и купили масло вариатор установили на автомобиль проставки кузов новый проставки делались на заказ зад у нас поднялся на 23 миллиметра перед поднялся на 21 миллиметр установили по максималке автомобиль целый не битой не крашены 4 в.д. 17 год пробег 120 с копейками автомобиль вы купили для 34 назад ждали очередь по проставочка родной аукционный лист 4 балла бьется по статистике так нет это не он это не он вот он настоящий родной аукционный лист пробег сто двадцать шесть тысяч на данном автомобиле темный салон интересного плана сиденья электро двери шторки вторая печка естественно три ряда сидений это был не подбор просмотр автомобиля это был подписчику посмотрели уже не помню три или четыре автомобиля остановился он на данном автомобиля штатные литые диски хорошая летняя резина интересный интересный автомобиль подлокотники эти сто двадцать шесть тысяч на данном автомобиле цена 1 миллион четыреста восемьдесят тысяч ребят вот рассказывали вам про фрит будут необычные покупки да но ладно здесь обычные покупки это фильтра проставочки машину и так далее а самое интересное это когда мы узнали что булка хлеба стоит 150 рублей нас попросили купить продукты мы немножко вот как бы опешали да то есть в принципе весь набор продуктов фрукты чай кофе масло мука порошки стиральные это что у нас это наполнитель у нас для кошек для кошек ну и здесь вот как то вот так конечно много чего еще лежит пакеты печенье да все ящиками сгущенка ящиков яйца забыли купить не забыли они где купить было сейчас еще поедем яйца покупать вот автомобиль поедет у нас на чукотку поплывет на пароходе город привет напоминаю десятый год 4 воды 680 тысяч рублей пробег 140 тысяч на данном автомобиле и сейчас время 6 часов поедем в находку немного покажем дорогу выезжаем с города жуткие пробки по одной дороге поехали по 2 все стоит поехали вот по обездной а ну в принципе можно сказать уже выехали скинули километраж на 0 расстояние до находки где-то 180 километров ну плюс-минус в итоге километров 200 расход топлива показывает но я вот только-только скину пока показывает 7 литров напоминаю фрид 4 воды на автомобилях где 4 воды коробка передач стоит автомат те где передний привод стоит вариатор я думаю по трассе он будет кушать наверное литров литров 7 с половиной 8 но опять же смотря как будем ехать но быстро ехать не получится говорят реально дорогу убитая сейчас до артема порядка 40 километров 40 50 километров дорога будет нормально а дальше уже начнется там асфальта нет грунтовкой мосты поразмывала вот давно они ездили туда сейчас заодно и проверим список был большой теперь докупили абсолютно все и едем отъехали от владивостока 40 километров аэропорт проезжаем здесь да здесь дорогу у нас сделали вот делают находку мой находках делают дорогу до находки она покажу какая будет все нам будет бетонная такого плана в объезд всех поселков деревень и так далее значит по машине по расходу вот беру 40 километров проехали 11 8 ну грубо говоря 12 а то есть на 1 литр автомобиль проезжает 12 километров по динамике ребят если честно мне не очень нравится тяжело автомобиль идет на разгон прям поверьте прям тяжело то есть тужат салону как бы плюсом уйдет то что он груженный тоже конечно дает о себе знает но тем не менее это минивэн шестиместный то есть посадить сюда 6 человек видите находка 144 метра 144 километра это это понимаю новая дорога уже новые знаки стоят с нам все-таки ехать нам ехать чуть побольше конечно когда дорогу сделают шикарная дорога будет просто блин ровненькая все как надо вот в общем тяжело ездил я на таких автомобилях на вариаторе знаете с вариатором как-то попроще и динамика лучше разгоняется конечно на варик и он побыстрее нормально такая скорость его это 120 130 уже когда именно на этом автомобиле немного страну 130 не 130 нормально 120 130 крейсерской его скорость кто будет ездить по этой дороге здесь камеры хитрые такие стоят сейчас вам покажу знак обычно как ставится знак и где-то там недалеко от этого знака висят камеры на скорость а здесь знак висит но камеры висят километра наверное через два и многие просто просто забывают что они есть я сам попал на эти камеры пришел мир штраф а вот он кстати посмотрите вот он знак висит то что 90 километров ограничение по скорости ну и сейчас нажать сразу наверно 43 грубо говоря там 43 километра добыла сейчас подъедем посмотрим через сколько км 50 эти камеры вон они их уже отсюда вижу сколько два два с половиной километра вот они видят за два с половиной километра многие забывают что впереди вас ждут камеры лайфхак ребята кому надо что-то подогреть включайте печку ставьте емкость под стаканик и поверьте практически кипяток будет я сам не знал ну на улице холодно 12 градусов включил печку поставил бутылкой она прям горяченькая стала бутылка водичка кстати дорога вся остальная дорога будет вот такого плана а будут какие-то участки где там две-три полосы будут вот кстати вот находка находка 120 км и показывают кстати я вот этим вывеском не верю если честно везде по разному и хочу еще заметить то что у нас нет такого мы встали на дорогу и дорога у нас идет прямая у нас спуски и подъемы сопки перевалы несколько я уже не помню по памяти три по моему перевала у нас будет по дороге ну и самый большой это в находке естественно приедем нам уже будет темно особо особо ничего не поснимать если получится покажем пробки какие-то начинаются кстати вот дальше отъезжаем дальше отъезжаем и на улице все прохладнее же море немного видно кому интересно вот уже не видно все по расходу поднабила немного 12 4 вот и кстати дорога она вот такого плана что она не освещена вообще нигде никак есть будут конечно какие-то там небольшие отрезки где будут фонари но основная часть дороги просто темень друзья по фарам по освещению вот видите теме машин практически нет впереди едет приус если честно я бы поменял здесь сделал бы я свет не хватает освещения прям честно дорогу видно плохо когда включаешь дальнейшую в принципе более-менее нормально да но ближний свет фар все-таки как тот не доработал но на данном автомобиле по дороге бывает едешь 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 нормально все потом начинается вот не понять такое не понять что раз там съезд куда-нибудь объезд грунтовочка моста какого-нибудь вы таких участков довольно много по расходу в принципе как был один литр 13 километров так оно и остается едешь 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 нормальная дорога и потом вот такого плана не знаю видно вам там что не видно какая прям хорошо под разбитая дорога хорошая дорога кончилась ну как бы дальше идет асфальт местами местами где-то вот сделали отрезочки а потом едешь 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 бац и все и действительно асфальт кончается смотрите километра не проехали можно было даже камеру не выключать все съездик такой нам сделали аккуратненький и пошла грунтовка грунтовка это асфальт но нужно разбиты до просто до состояния грунтовки в общем смысла нет наверно дорогу показывать кто таких дорог не видел уже когда в находку въедем там что-нибудь снимем дорога проходит вдоль летом здесь очень много народа народ приезжая ну конечно конечно хотелось по светлому это все заснять то что есть то есть очень много приезжих в основном это мурская область хабаровский край с той стороны приезжают прямо с палатками кто на неделю кто на две тонны месяц отдыхают знаете по дороге все-таки впечатление будет двоякая то автострада то какие-то короче непонятные идут раньше раньше было хуже намного здесь реально прям еще новая асфальт смело идем скорость нормальная да не хватает освещения уже не раз я об этом говорил было бы освещение было бы конечно намного лучше въехали в находку если честно я так понимаю это практически центр города темно на улице просто темно да есть толпы с освещением но ни один фонарь не работает по дорогам все то же самое как и владивосток яма на яме где-то латки где-то более-менее нормальная дорога куда-нибудь во дворы заезжаешь съезжаешь дорог нет видимо ближе к центру ближе к центру освещения есть говорят находки чистые пляжи прям клевые чистые но опять же есть порт есть угольный порт время уже девять часов знаете что мне нравится здесь нет пробок очень мало автомобиля понятно то что город владивосток у нас в это время тоже практически пробок нет но автомобили намного больше здесь посмотрите недели сколько без 10 9 сейчас буквально просто несколько автомобилей где все машины то спят все же что ли так рано и очень много светофоров в городе прям на каждом шагу светофоры 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 знаете напоминает чем-то в артеме много светофоров у нас 40 километров под владивостоком и в уссурийске тоже много светофоров в владивостоке их намного меньше друзья ну что доехали до находки приехали в рыбный порт вот он автомобиль целенько сейчас ждем человека кто нас запустит сделает пропуск так и то какой по автомобилю 4 воды на разгон тяжеловато честно температура 12 градусов находки проехали сто восемьдесят четыре километра километра расход топлива одиннадцать и четыре время двадцать один пятнадцать сейчас поедем домой ребят заехали в порт был были моменты с пропуском пропуск делали машину запустили не знаю можно тут снимать нельзя тут охрана ходит короче говоря одели маску не правильно вообще правильно сказали без маски не пустят измерили температуру вот ну и сейчас едем на порт немного хоть посмотрите что тут есть доставка автомобиля до до чукотки берег город стоит девяносто тысяч рублей узнала навигация сейчас у них закрывается если отправлять автомобиль в контейнере сто восемьдесят тысяч рублей существенная разница представляете и вот видимо работник какой-то идет по улице идет уже не знаю на фриде здесь часов я не вижу уже часов десять вечера никого нету никого а он идет в маске то есть машину посмотрели осмотрели зеркальцем по низу проверили работают ребята работают ребят ну все машину отдали приехали время 22 00 мы только выехали с находки нам еще 200 километров обратно всем пока все всем пока пока пока